Добрый день! Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые посетители Республиканской больницы номер один. Мы сегодня очень рады открыть технологический центр, потому что мы понимаем, что ежегодно в России заболеваниями, злокачественными заболеваниями молочной железы страдают около 50 тысяч женщин. И по статистике смертность от рака молочной железы, она где-то занимает первое-второе место среди всех злокачественных образований, которые регистрируются у женщин. И поэтому очень важна и актуальна именно ранняя диагностика опухолей молочной железы. Но стоит отметить, что, к сожалению, не только женщины болеют раком молочной железы, но и мужчины тоже подвержены раком брудной железы. Многие об этом не знают и должны об этом знать. И именно диагностика должна быть направлена на раннее выявление всех этих злокачественных заболеваний. Я думаю, что этот мамологический центр позволит адекватно вести, выполнять диагностику и проводить этих больных им очень хорошую терапию как в палеоактивном плане, так и в хирургическом плане. И я думаю, что в последующем, скорее всего, вопрос станет и о психологическом сопровождении таких женщин. Я очень надеюсь, что мамологический центр этим будет заниматься. И вопрос станет, скорее всего, и в пластической коллекции тоже. И я думаю, что этот мамологический центр, если будет дальше продвигаться, то этим вопросом тоже будет заниматься. Я надеюсь на это. Спасибо. Дорогие друзья, разрешите от имени Невкутского регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России и поздравить вас и нас всех с открытием дневного стационара с Мурканского мамологического центра при Национальном центре медицины. И хотелось бы сказать, что во всем мире увеличение количества заболеваемости рака молочной железы вызывает большие опасения. Как сказал сейчас министр, в нашей стране, вот такой диагноз стали 50 тысяч женщинам в России. И эта цифра, печальная статистика, с каждым годом еще увеличится на 2%. И это очень печально, и мы, конечно, рады, что вот такой у нас дневной стационар, который поможет сохранить в нашем женщинах здоровье и красоту, появился у нас еще и в республике. Мы вот тогда разрабатывали свой такой республиканский наш генеральный такой проект «Здоровая мама, здоровый ребенок». Были очень озадачены, когда, ну, ознакомились с цифрами, что здоровье наших женщин, статистика по здоровью сбережения наших женщин очень печальная. И, конечно, мы сегодня в детском контакте работаем с Мурканским центром республиканским, который выставляет вот ульпортники Федора Стилева. Она у нас член нашего регионального совета и активно участвует в наших проектах, в наших акциях, была у нас участник разработки нашей программы «Якутия против рака молочной железы». И ежегодно мы в октябре проводим акцию «Якутия против рака молочной железы». В УЛУСах, когда мы выезжаем, мы всегда приглашаем хромологов, онкологов, других специалистов, которые занимаются именно здоровьем наших женщин, матерей, и они ведут такую активную пропагандистскую работу по практике этого заболевания. За что я очень благодарна сегодня руководителям Мурканского центра. Я сегодня признательна руководителям медицинского центра, что у нас такой стационарный мой появился в городе Якутийске. Хотелось бы отметить, что вот это открытие, это сегодняшнее событие, будет таким одним из слагаемых и в области позитивных начинаний, в области здоровья и сбережения наших женщин и матерей. Не секрет, что эта болезнь уносит сейчас и молодых женщин, и молодых матерей. И не секрет, что у нас в республике остаются сиротами наши молодежные дети. И мы, сообщая вот, и общественные организации, и возле учреждений медицинских, и органы государственной власти обязаны общими такими усилиями сохранить наших матерей для наших детей. Спасибо вам за вашу работу. Уважаемый Михаил Горбич, уважаемая Праскурия Петровна, уважаемые коллеги, сегодня мы открываем дневной стационар и операционный блок Республиканского Мамамангийского центра. У нас Мамамангийский центр был организован в 2012 году, но я скажу, на самом деле, мы прошли очень долгий путь. Еще в начале 2000-х годов, заслуженным врачом Российской Федерации Владимиром Алексеевичем Барановым и Любовь Никифоровной Короскедубой была проделана очень большая работа. Они очень долго обсуждали, как это начать. В то время, конечно, нормативная база была несовершенной, еще не были приняты все эти регламентирующие документы. Но, тем не менее, центр работает с 2012 года, и за прошедший год, конечно, у нас достигнут определенные успехи, накоплен соответствующий опыт работы, выполняются виртуозные органно-сохраняющие операции, выполняются тонкоигольные биопсии под контролем УЗИ, проводятся иммунно-дискотинья для более точной морфологической верификации. И вот для открытия немного стационаров у нас есть все предпосылки, и как в кадровом плане, так и в материальном плане. У нас имеется единственная в республике полностью цифровая маммографическая установка, маммамат-инспирейшн фирмы «Сименс», оснащенная томосинтезом, которая позволяет исследовать молочную железу слой за слой толщиной 1 мм. То есть мы можем диагностировать очень малые формы рака. У нас также работают слабые команды специалистов – хирурга, маммолога, рентгенолога, морфолога. Врачу Любовь Никифоровне за ее высочайшее профессионалит, мастерство, корректность, внимание, ответственность, чуткость и выделяет, послушает его как специалиста. В результате правильной диагностики и лечения в данное время у меня наблюдается положительная динамика. Меня проэклинировала Любовь Никифоровна, прошла курс лечения, химиотерапии, лучевой терапии. После операции, конечно, помогает очень поддержка близких, мужа, семьи. И без них, конечно, не смогла бы пройти это испытание. И будет очень удобно в стенах одного учреждения проводиться все обследования для женщин, как мы, у которых обнаружен рак. И женщинам, конечно, хочу сказать, что жизнь на этом не заканчивается. Не падайте духом, все у вас будет хорошо. И в 2013 году у меня появилась после всего пополнения доченька Амелия. Спасибо. Я прошла это в 2008 году. Надеюсь, что я уже здоровый человек. Хотелось бы надеяться, что жизнь продолжается. Спасибо, Любовь Никифоровна, что подарили эту жизнь. Вам здоровья и успехов, сил, процветания нашему центру. Моё присутствие здесь тоже совершенно не случайно. Я тоже перенесла такое заболевание. Хочется сказать, что, конечно, благодаря Любовь Никифоровой, её такому высокой профессиональности, её чуткости и психологической поддержке, мы все преодолели это. Справились с этим заболеванием. Сейчас мы можем считать себя практически здоровыми людьми. Конечно, большая благодарность всему руководству, ну, министерству и руководству медицинского центра, что поддерживает такое направление и что будет открыт вот этот вот кабинет замечательный, где женщины смогут на ранней стадии появить какие-то заболевания, ну, связанные с молочной железой. И чтобы... Ну, женщина — это мать, это семья, это счастье, это радость и здоровье детей. Хотелось бы, чтобы ещё не просто был открыт вот такой вот стационар, но он ещё был полностью оснащён всяким высокоточным оборудованием, правильно я говорю? Да, не понимаю. Который поможет выявлять, да, создаст вам ещё большие возможности для выявления этого, да, и чтобы это поддерживалось на уровне республики. Вот, спасибо вам большое, и эти цветы сегодня вам. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов для женщин на республике. Как выявить на ранней стадии онкологию? Каждая женщина должна сама быть в себе очень внимательной. Существуют методы самообследования, которые женщина должна знать и применять для того, чтобы знать о своём организме хотя бы о состоянии молочной железы. Это такой орган, который... Молочная железа — это орган, который меняется в зависимости от менструального цикла. И перед родами, во время лактации, после родов. То есть молочная железа — это такой орган, который развивается вместе с женщиной. И существуют такие дни, когда молочная железа доступна для самообследования, для проведения методов диагностики, которые помогают в современное время. Женщина — это глоталь, как же они проводили самобследование, как проводили. Это написано в журналах, газетах, СМИ распространенного, потому что это заболевание очень распространенного не только в рисунке, но и во всем мире. То есть, когда она обнарушит маленькую точку, куда она может обращаться, женщина? Самым первым признаком нашей неблагополучности со стороны молочной железы является не только обнаружение уплотнения, ну, деформация контуров молочной железы, какие-то патологические деления из сосков, боль асимметричная. Все это должно насторожить женщину то, чего не было раньше со стороны молочной железы. Появление каких-либо новых симптомов — все это является поводом для посещения врача. Врачу? Терапевту. Врачу, хирургу, гинекологу, который дальше сделает морковь. А как упасть в этот центр, например? Из-за этого существует принятая наркотизация пациентов в республике. Они обращаются по месту жительства другому врачу и получают направление на обследование в республиканский мемологический центр. А в октябре мы проводим дни открытых дверей. К нам может подойти любая женщина для того, чтобы пройти полное обследование состояния молочной железы. Спасибо, будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»